Это очень частый вопрос и ответ на этот вопрос кроется в первоначальном запросе пациента. Что для каждого пациента является реабилитацией? Для кого-то это восстановление простейших бытовых навыков, для кого-то это занятие спортом, для кого-то возвращение к труду, для кого-то занятие творчеством. И под каждого пациента мы подбираем индивидуальную программу реабилитации. В зависимости от запросов ставятся реабилитационные задачи и реабилитационные цели. Есть такое выражение, что реабилитация не заканчивается никогда, потому что как только достигается одна цель реабилитации, возникает следующее. К примеру, у пациента после инсульта первоначальная цель может быть самостоятельно садиться в кровати и сидеть без поддержки. У некоторых пациентов на достижение этой цели уходит неделя, у некоторых две, у некоторых месяц. После достижения этой цели ставится следующее – вставать, ходить и так далее. Для каждого пациента это тоже разные цели. Кому-то нужно ходить по квартире, кому-то нужно ходить в магазин, кому-то нужно гулять с собакой. У кого-то собака весит 5 килограмм, у кого-то 50. Все люди индивидуальные. По сути, мы лечим не болезнь, а больного. Соответственно, сроки реабилитации зависят от индивидуальных целей, от особенностей каждого пациента и от того, что конкретно пациент хочет добиться от нас, как от реабилитологов. Я бы рекомендовал начать со стационарного курса реабилитации длительностью около трех недель, после которого последует обязательный этап самостоятельной реабилитации, амбулаторной реабилитации на дому, и потом, возможно, повторная госпитализация в наш центр для прохождения повторного курса реабилитации, возможно, с уже новыми поставленными целями и задачами. Реабилитация доступна каждому пациенту. Здесь главная правильная выстроенная программа реабилитации и план мероприятий не только в стационаре, но и на дому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok